В прошлой серии проекта девушки продемонстрировали свою физическую подготовку и учились работать в команде. Никто из них пока не покинул телепроект. Чего не скажешь о сегодняшнем дне. Всем доброе утро! Доброе утро! Сегодня очень ответственный день. У нас будет профессиональная фотосессия. Старайтесь быть органичными для самой себя. Не ломайте себя, не смотрите друг на друга, кто как отработал. А вот она лучше стояла, а я хуже. Ни в коем случае себя ни с кем не сравниваю. Съемки это всегда командная работа, поэтому от того, как вы сможете выстроить коммуникации внутри коллектива, будет зависеть качество выполненной работы. Я вам представлю сейчас ту команду, которая находится сейчас здесь. Это Татьяна Ефремова, режиссер проекта, и Альбина Газизульна, стилист-визажист проекта. Давайте поаплодируем. Образы для участниц мы подобрали заранее. Ну что, девушки, готовы блистать? Я видела блестки на людях. Я хочу блестки. Это, мне кажется, очень интересно, очень ярко. У всех такие разные образы. Я прям жду, что будет у меня. Я не могу стоять в стороне. Мне всегда нужно быть первой, самой яркой, самой открытой, самой запоминающейся, такой, как вспышка. Сейчас какие-то нюансы мы оставим такие вкусные. Прямо на помаду буду наносить мерцающие тени для того, чтобы создать эффект такого холодного оттенка. Яркий образ за короткий промежуток времени сделать можно. Самое главное изначально понимать идею, иметь перед глазами в идеале саму модель и заранее составить мой борт. Вообще, на самом деле, веснушки можно делать абсолютно разным образом. Я решила остановиться здесь на стразах, чтобы немножечко разнообразить. И в целом это тренд. Для того, чтобы имитировать черную помаду, если ее нет, мы берем обычный черный карандаш для глаз, черные тени, и получается вот такой эффект. Если мы говорим про идеальный мейкап, и чтобы быстро, я бы здесь выделила три основных продукта. Это тушь для ресниц, румяна и консилер, который здорово помогает выровнять кожу лица. Очень прикольно. Профессиональный визажист Альбина Газизулина знает все о тонкостях макияжа и качественных сборах на ваше мероприятие. Порадуйте себя и своих близких в преддверии праздников. Красоту навели, пора переходить к работе. Время знакомиться с еще одной частью съемочной команды. Добрый день, девушки. Меня зовут Руслан Чинь. Я управляющий сети компьютерных клубов. Ваша задача на сегодня сделать яркие, красивые, интересные фотографии. Но снимки должны быть не только красивыми, но и продающими, для того, чтобы привлечь целевую аудиторию клуба. Проявить свою харизму и дать волю творчеству. Ну что может быть интереснее? Ты креслом заскрываешь всю себя, и тебя получается саму не видно. Это не та тематика, где работают твои очки, я тебе сразу скажу. Фотосессия огонь. Мне очень понравилось. Это под вспышками камер, все здорово. Я, на самом деле, как рыба в воде, мне это все нравится. Вот так вот прям. Ты понимаешь, что мы не кресло рекламируем, да? Да. Давай не будем играть в Аленушку. У каждой девушки было всего лишь 5 минут на фотосессию. За это время каждая из них должна была максимально раскрыть свою индивидуальность. Энергичность такая, понимали, что хотят делать, не боялись быть смешными в кадре, меняли позы, вот эта вся динамика, хорошо отработали. Молодец. Вообще круто. Это было мощно. Давай-ка еще раз сюда. Ах ты ж какая. Я говорю, милая Маша, она, кажется, игривая Маша. Кричи. Ну, раз вы так хорошо вошли в образы геймеров, пора примерить эту роль по-настоящему. Девушки, поздравляю вас с первой фотосессией. Пока мы будем смотреть ваши фотографии, предлагаю вам немножко отдохнуть и соревноваться в виртуальном мире. Диана, прикрывай меня спину, пожалуйста. Так я стреляю, почему у меня не стреляется? Давайте вдвое осталось быстро на В, а не там все быстро, все туда на В, быстро. Когда я попробовала сама поиграть, у меня появилось какое-то такое чувство, что я хочу еще, я хочу еще, я хочу еще выиграть. О, там. Давай-давай-давай. О, Катя, вообще киллер. О, Катя, вообще киллер. Неизбежное решение. Здравствуйте, девушки. Мое имя Дмитрий. Я владелец сети компьютерных клубов. Я наблюдал сегодня за происходящим процессом. Мне было интересно увидеть ваш командный дух, вашу командную работу. Исходя из этого, мы приняли совместное решение, кто справился с заданием лучше, а кто хуже. Хочется сначала отметить тех, кто лучше всего справился с заданием. Женя. Давайте поклопаем. Камила. Катя. Всегда очень тяжело всей команде выбирать, кто покинет телепроект. Но, к сожалению, это надо сделать. Аня. Таня. Марго. Расставаться с каждой из вас было бы очень сложно. Аня. У тебя есть отличные данные, но также у тебя есть границы, через которые ты не можешь переступить. Я хочу, чтобы ты переступила через эти границы, поэтому ты остаешься в нашем телепроекте. Марго и Таня. А, к сожалению, сегодня мы вынуждены с вами простить. Думаю, это очень трезвое, вполне адекватное решение. Мне есть над чем работать. Вот искренне, столько эмоций, еще не успеваешь переварить. Для меня, если честно, даже не дошло, что я больше не участвовала в проекте.